мне сегодня интересно, мы же помним, что монстр, когда был до 6 лифта, еще ни разу не доезжал сам и возвращался возвращался после покатушки сам и с 10 раз, один раз вернулся, да, Владимир? резину оставили постоянно все ломалось вот мы сняли лифт, сняли 6 лифт, все остальное оставили как было да резину ту же самую поставили и сегодня, и последующие разы мы проверим, и посмотрим действительно ли из-за лифта он постоянно ломался и не выдерживали какие-то узлы, которые идут в соприкосновение с этим лифтом то кардан ломался, да, то редуктор ломался средний кардан, потом привода ремень рвался и так далее все оставили то же самое, что было на монстре видоизменили его дизайн оставили те же колеса, но убрали 6 лифт в данный момент здесь благодаря нашим фирменным порогам стоят три старые колеса и все это стоит на стоковой ходовой стоковые привода, стоковые рулевые тяги и так далее стартуем парни всем привет привет парни сегодня у нас снежная погода, идет циклон высота снежного покрова 50 сантиметров на стоковой ходах кататься еще рано на квадроциклах никогда не можно сегодня у нас есть некая смысловая составляющая мы покажем вам на какой резине лучше всего ездить по снежному покрову высотой 50 сантиметров местами даже 30 сантиметров и сейчас каждый из нас расскажет на какой сегодня он резине серега, какая у тебя резина? mid cruiser destone 28 destone 28 ну протектор такой 50% понятно у меня горилла silverback 32 резина 10-14 вот как раз таки посмотрим есть ли преимущество у широкой резины у большой резины и у обычной маленькой резины дальше петя ITP стандарт 30 30 криптит ITP ширина какая у тебя? 9 по-моему 9? да 9 а у меня 10 Серега у тебя какая ширина? тоже 10 окей Олег у тебя? у меня ITP Mudlite такие крошки хорошие 27-10 да 14 крошки хорошие хорошие крошки я думаю что за счет легкости я выиграю хорошо у тебя у меня ведьма 28-10 28-10 12 радиус 28-10 а у Олега 27-10 27-10 14 ты сегодня на низкопрофильной резине я смотрю все как положено за счет легкости ямахи я думаю она сделает свое дело у него тоже ямаха да ну что поехали на стартовую позицию покажи гизину снега кстати смотрите она разная вот здесь она 38 38 38 вот так на голову Леха у тебя передний привод работает? да да у него вот он все работает второй вот вот самый глубокий 40 не самая глубокая 40 да ну в общем побольше вот где он проезжал вот этот самый глубокий да 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 вот 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 Леша почему у тебя три колеса работают а? да 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 Лень хорош показывать свое преимущество вернись на линию старта сейчас с тобой поедем вот и ямаха разогналась но ненадолго давай кайф 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 давай обраточка давай давай ровно ровно давай давай резина пока победила нет 30 нет сзади я видел Чуть-чуть в конце ударил Когда вырвался на ровную поверхность Ты чуть-чуть, я тоже сзади Леша, еще шанс есть, давайте три Ямахи сразу Давай, а потом посмотришь мой Все, три Ямахи на старте Ну что, готовы? Давайте на старте Если Леша сейчас не выиграет Не победит, тогда он вылетел Проиграть можно два раза А? Мы решили пустить три Ямахи сейчас Если Леша не займет первое место, тогда он вылетел Проиграть можно два раза, не больше Ладно, все в равных условиях Давай левей Давай левей Итак, мы смещаем линию старта на плечок На старт! Сейчас, сейчас, сейчас Ребят, а вы как говорите? Слева направо отлетает А то, что на встречке Хорошо, давай, на старт! Внимание! Марш! Хорошо, хорошо идет Так они пусто иду Олег пока на втором месте Леха на первом Давай, давай! Лишь бы телефон не сел На улице минус пять Ну, Леха, молодец Он проходит в следующий Олег, второе место Леша, благодаря тому, что ты занял первое место У тебя есть еще один шанс Каждый должен проехать по два раза Сейчас едешь ты с Петей Петь, давай еще раз с Лешей На старт! Внимание! Марш! Ну, хорошо идет, хорошо идет Достойно Смотри, он как подрезает третью, да? Опа! Все шансы есть победить Леша, красавчик, конечно Вроде в тридцатого критки-то не пройдешь Просто играешь Ну, я так понимаю, что тебя устроит третье место, да, Лех? Ну, пойдешь? Петь, мы сейчас с тобой снова поедем Давай, 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 давай! В юго мглою небо кроет Вихри снежные крутя То, как квадрана завоет То, как дитя Александр Сергеевич Пушкин А сейчас победил будет А что? Хотел повести итоги сегодняшних заездов В присутствии независимого эксперта Сереги Я думаю, что Сегодня победил Петр Однозначно На локой мере Он обогнал меня на полметра Петру вручается Привет! Ура! Это шерстевой А мы два телефона Вот, сделан из полка Пошел Пошел Вроде вкрепнета Но в любом случае Победила BRP Понятно, что у Ямахи Не тот клиренс Не тот зацеп Но Сама по себе конструкция Квадроцикла Ямаха Не позволяет ставить Колеса с большим зацепом Сегодня было 40 см снега А также Небольшие соревнования От ТВ клуба Мертвый А сейчас Мы едем Рубить дрова Порежку И Мы будем Жарить шашлыки Капни Присоединяйтесь в комментариях Мы вам немножко Оставим шашлыком Точно Тон 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 И так Мы продолжаем кататься Сейчас едем по просеке. Весь, давай первый. Че, Серег, Димаха ж нормально шла. Отлично вообще. Весь, слушай. Красивая такая просека. Елочки растут. Ну, и белая грязь. Давай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Наш antes его посodleкует. АХМАroyн Ахм. Продолжение следует... Едем по заснеженному лесу, еще в веток Херова гора. Пробиваемся, как Челюскин сквозь льды. Есть контакт. В каждое время года препятствия разные. Я сейчас тут еле-еле проехал на своих 32-х. С разворота трудно. Пришлось зад заносить. Но для Ямахи почти-почти не составляет труда. Аккуратней. Ну и Олег. Все четко. Рису, конечно, хорошо. Ветер не дует. Тепло, можно сказать. Даже телефон не мерз. Ах, какой красавец, а! Мужчитель Аджи на полу ЕСЕ. Ручка, смотрите, блэк и подарил. А, бомба! Конфинератор. НВТВ! И сегодня он победил на этих колесах. Горилла Сильвер Бэк. 32-10-14. Английские глазки. Формудинг компания. А вот такой вот череп делаем мы здесь, в Москве. По нормальным нашим отечественным ценам. Мужчитель этот задолбал. Его надо уже снять. Он уже дребезжит. Наверное, уже давно не работает. А также базука. Базука прошла все уже. И эстонские болота. И наши леса. Проставки с амортизатором, смотрите, какие. Что еще? Что еще? Вариатор, конечно. UFC STM. Зимой увеличиваем объем двигателя. Долго, я думал, над скином. Яркий. Сочный скин. Можно даже сказать, что это антиамериканский скин. Это вы, но мы здесь. Искупились мы на бусы. Понавешали. Но изнутри. Внутри тут тоже тюнинг. А самое главное. Здесь стоят штатные привода. И они пока не ломаются. Но мы посмотрим и расскажем вам об этом. Всегда думал, как так делают фотографии. Когда возле квадрика нет следов. И сегодня я додумался. Пишите внизу под видео в своих комментариях, как такое возможно. Посмотрите, квадрик стоит в поле. А следов нету. И вокруг никого нету. Ах, мои следы. Ну ладно. Даже зимой можно получить кайф от катания на квадроцикле. Ну что, куда путь держим дальше? Олег, что, тебе поле потрясло, да? Поле потрясло? Поле неровное, говорю. Да, да. Серег, оператор, не будет на этим видео работать, поэтому музыку не наложен. Будешь смотреть. Что, поехали дальше? Поехали. Вопрос такой. Всегда хотел задать вопрос знающему человеку. Ты был в Карелии на Белом море и был на Рыбачьем. Вот где тебе больше нравится? Потому что мы были в основном только на Рыбачьем, ну и там в окрестностях Мурманска. В Карелии мы не ездили. На Белое море тоже. Причем мне один человек сказал, который был на Белом море и на Рыбачьем, что типа на Белом море скучно, там делать нечего. На Рыбачьем интереснее, природа. Но это его мнение. Ты еще Карелию скатал. Интересно твое мнение на этот счет. Что касается Белого моря, человек правильно сказал. Там действительно природа более скудная. Песка очень много, мало растительности. Слушай, это песок и длинные пляжи. Мне нравится. Но дело в том, море белое очень много планктона, и получается, ты когда на море, особенно в момент отлива выезжаешь, ты едешь по камням и вот эти и водоросли. Бывают такие водоросли, в момент такой, ты попадаешь, как в болото, просто утопаешь и все, прям тебя затягивает. То есть нету таких бескрайних пляжей песчаных? Нет, таких нет. Что вот песчаный пляж, чистый песок и километров 10, например. Ну, не 10 километров, да, есть такие. Есть такие куски, даже, может, и больше даже есть, особенно совсем далеко от Варзы, если 130 километров уйти по побережью. Ну, конечно, туда, да. Там уже ближе к Варице. Там пески, да. Вот как раз против Кандалак, если так посмотреть, вот доехали до Кулька. Ну, там и до Гремихи-то в мечтах доехать, до Лому переехать, понимаешь, да, где до Лома? Да, да. Ну, до Туломы ты не доезжал, да? Нет, туда мы не доезжали. Ты такие имеешь в виду туристические маршруты, да, где ты был? Это Варзуга, да, самый дорогой? Нет, от Варзуги мы переправлялись через речку и дальше путь почти там 150 километров по побережью. Паной, Паной или Тулома, я ошибаюсь? Нет, она там Тулома такую, по Наярве. Ой, не по Наярве, а это самая. Подожди, Краснощелье на какой реке стоит? База, база такая большая. Краснощелье это деревня, она в середине Кольского. Нет там. Ну, ладно, там где ты был. В общем, получается так, там что очень интересно, красиво, очень огромные, просто действительно широкие, огромные реки с очень большим потоком. И расстояние, вот пересекаешь на квадрике по 50, от 30 до 50, до 70 метров реки шириной. То есть ты идешь, грубо говоря, надо поймать момент, а и в поле. Если попадаешь в магазин прилива, очень тяжело пройти. То есть квадрик не проходит. Ну, понятно. 131 зил, сопровождал, там топлива, все, бьется, шмурдяк нас. Вот он проходит, по кабину. Хрен. Давай короче, мы идем в том. Карелия. Карелия. Ты был рыбачий, Белое море, Карелия, слева от трассы, да, слева от трассы, с кайдник. Тебе больше всего нравится Карелия и рыбачий? Вот два места, просто вот, они друг без друга существовать не могут. То есть, Карелия плавно, маконоедный рыбачий, и так, и полегчает, да, какая-то красота. Горные реки такие текут, через камни. Ну, а кроме рыбачьего в Мурманской области ты не пробовал, правда, не пробовал. Я там на машине ездил, на квадрике как раз хочу туда поесть. Вот такая интересная вещь, как раз Териберка там переправится, поесть по пляжам, там такие песчаные дюны, я смотрел по карте. Ну, Териберка и Хибина это немножко разное. Ну, понятно, нет, нет, Териберка понятно около моря, там Хибина в рост глубже, мы Териберки туда. Но Териберки интересно. Хорошо, в этом году у нас обязательно будут и новые места. Поедем на север, покажем. Все. Ну, что, 40 сантиметров никто не застревал. Сколько сантиметров? Аля! Давай сюда. Расстряли на Ямахе. Я проехал. Давай сюда, Олег! Тоже застрял. Чего-то сегодня Ямахам не везет. 40 сантиметров они везде проезжали, да? Надо померить, сколько здесь. Леш, надо вытащить Олега. Он что, научился уже, да? Давай с разгона! Леша, с раскачки нормально выехали. Олег! А ты не мог его раскачать? Он должен. Впереди он стоял. Смотри, ну он же раскачал. Аж тебе сюда надо, здесь меряешь, смотри. Олег! Померя, пожалуйста, сколько тут глубина снега. 40 сантиметров ты проходил нормально. Меря здесь, или возле моего квадрика. Ну тоже 40, да? Легко, не мог бы повторить на камеру, как ты упал. Ну да, здесь. Стабильно, или что, 40? Здесь. Удивительно? Удивительно, да. Удивительно. Удивительно. Знаешь, что больше всего удивительно? Ну что снег идет почти каждый день полтора месяца. Теперь я там упал. Слуха. Можно с кроком задать. Выехали на севоходе вчера покататься. Или что? Делать вещи. На утиле можно, я же за горнике выехал. А горник там завтра по елке палки надо. Да я выехал. Упал, я чуть не убился. Расслой. 3842 плюс минус гуляет. Ну, видно, на везде. Мы не верили. Поэтому сегодня выехали на Кладрике. А завтра поедем на утиле. У нас еще с него ходы завтра. Утилеи и туристы. Это мой самый любимый момент. Как раз, когда говорят, что осталось 400 метров и скоро мы выйдем на какую-то дорогу, все начинают застревать. Даже BRP. Почему так? Я проехал, кстати. Вау. Все. И мне сказали, что дорога здесь есть. то здесь вот она закончилась. Тут и дальше ехать я не знаю. На правую или на левую. А где наши пары? Там, там. Если ты застрял, то они и тем более. Это знаешь, когда говорят, все уже, приехали. Все, заканчивается. 400 метров осталось. Ага, да. И начинается самое интересное. Ну, здесь-то вообще мелко-то, да? Не глубоко. Пфф. Здесь уже как непонятно. Да, непонятно. И снимай. Здесь уже... Я не знаю, здесь. Ага. И... «Стvesğ�». Может... Ага. Трой. И... Субтитры динам. Серёг, Серёг, а там направо или налево? Всё, мы поехали, давай! Тяга, гады, 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 гады! Лёг, ты красавчик! Я не понимаю, почему она по дороге не едет? Там перекопано, там земля, где цепь есть. А по дороге здесь всё-таки яма больше не навело. О, братан, как настроение? Когда не надо говорить, что у нас осталось 400 метров? Да. Что будешь делать? Назад, на поле и так. Да. 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 Да не надо, бросай его, поехали на бою. Всё равно ты вытащишь под свой, то не вытащи с тобой. Лёг, придём весной лёг. Лёг, лопату и вперёд. Лёг, 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 лёг. Ты мои какие-то всё нравятся. А будешь с ней разаться? О, 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 о. Что они сделали? Поехали! 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 Смотрите! Наши следы уже завело! Не знаю почему О, слушай, а здесь мелко походу Пацаны спрашиваю, наверное Серег, сейчас прямой эфир запускал Пацаны спрашивают, вы где? Я говорю, с утра были в Московской области До конца, по катушке осталось 400 метров И все Олег, ну что, посмотри подвиг Лехи Давай, я покажу Да, сейчас твой, Олег, вытащим Серег, а твой бросай Весной придем Не зацени, вон шутку я смотрю Красавцы Красавцы А этот что, весной придем? А? За этим весной придем? Пошли Серег, за твоим решили весной Чем времени нет Серег, дорогу покажи Мы поехали Спасибо За маршрут За анемевший палец Это класс Это класс Белая часть Давай, говорит, родной, не подведи Сейчас посмотрим Медленно, но верно С помощью золотого толкача Серег Из-за этого не слышно Собориться на лицо Но это раз туда 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 назад Серёг, мы своих никогда не бросаем. Особенно, если ты единственный человек, который знает дорогу. Ну вот мы и добрались до дома. Смотрите какие диски классные у всех. Метель такая вообще, всё замело. Лёг, как настроение? Хорошая, отлично. Ещё в час и замёрзли бы, да? Да. Метель конкретная. А где Олег? Олег где? Олег с шашлыком. Парни, у Олега сегодня день рождения, и мы его поздравляем с этим праздником. Пойдём посмотрим, что он делает. Как хорошо, когда тебя ждёт костёр и шашлычок. Немного еды, да. После покатушки. Да. Олег, поздравляем тебя ещё раз с днём рождения. Желаем тебе счастья, здоровья. Сто лет тебя знаю ещё, чтоб сто лет ещё знал. Пошло, вода, язык заплетается. У нас трезвый день рождения, у нас стол, честно, без алкоголя. Но метель нереальная сегодня. Метель, да, вовремя. Мы выбрались из леса. Вот. Вовремя выбрались. Серёга нам показал классную дорогу. Ещё покажем. Вот так вот. Шашлычок. Былзо... Вовремя выбрались. Продолжение следует...